всем привет сегодня я решила прогуляться от городского пляжа и вдоль моря насколько далеко получится не знаю но сколько пройду столько пройду день выдался очень ясным но немного ветреным и с утра прохладненько оделась потеплее ближе к обеду посмотрим будет ли солнышко пригревать может быть будет и очень тепло иду от центра города туапсе нас доехала на автобусе до центра и вот пешочком иду к городскому пляжу вот эти качельки очень пользуются популярностью летом к ним не достается очередь а вот сейчас осень и особо желающих покачаться на них нету но очень здоровские качели если мы с детьми здесь бываем обязательно на них качаемся магазинчики не работают уже он закончился хотя меня удивило что один магазин все таки работал там реально продавали сувениры хотя утро и уже такая глубокая осень ну наверное все равно люди приезжают даже осенью отдыхать раннее утро и людей на пляже практически нет только вот такие любители активного отдыха как я меня порадовало что ходят пенсионеры со скандинавскими палками кто-то ездит на велосипеде кто-то просто гуляет дышит воздухом конечно вот я шла по этой облагороженной набережной и вот считаю что она должна быть продлина дальше чем дальше тем лучше мне кажется вот это моя мечта чтобы данную тут дорога вела все дальше и дальше я получается дошла уже вода разрушенного кафе корабля и решила что я пойду еще дальше кстати смотрите как здорово жить на море на примере с утра никуда не торопиться и выйти к морю например сделать зарядку я иду так сверху море сегодня изумительно и такого голубого прекрасного цвета немножечко есть волна но в основном она спокойная моряки и рыбаки на тут на каждом волнорезе что-то ловит что-то ловится ну вот как-то мы здесь особо сможем по рыбалке не убиваемся мелкие рыбки если кто смотрел мои предыдущие видео вот здесь идет дорога уже на лазурную и как-то я так вот не скажу что сильно тороплюсь очень медленно иду но получается что быстро часа еще не прошло даже полчаса я уже вот можешь сказать могу по на лазурную подняться есть здесь еще такой водопадик который вот стекает с горы и впадает ручейком в море тоже такая местная достопримечательность кто-то знает о нем кто-то нет ну вот самый наверное доступный водопад который можно увидеть в туапсинском районе то есть достаточно только прогуляться вдоль городского пляжа полюбовались на красоту и иду дальше от нашего водопада вот такой интересный выход к морю можно пройти по мостикам и я спускаться вниз не буду пойду дальше вот по этим укрепленным так скажем берегам железнодорожным путям или как это назвать не знаю ну вот я иду немного сверху виды открываются красивые и ногам удобно не бью ноги об камушки именно сейчас вот я уже подошла к весне ласточка едет в сторону сочи по идее можно было бы вот на нее сесть и поехать но я раз уж он дошла до весны конечно полюбуюсь этим прекрасным морем она просто изменить на его показывал еще раз покажу я и дети если мы бываем на весне мы обожаем гулять по этим плитам смотреть на море тут часто видно рыбок крабов сами водоросли очень красиво растут на камнях сами камни красивые есть на что полюбоваться обязательно надо гулять именно и в эту часть туапсе тоже ну вот дошла я до весны и ну как не зайти на саму весну я когда мимо нее иду я обожаю вот подняться к беседке пройти хотя бы хоть по одной аллее послушать пение птичек весну я люблю особенно вид вот из беседки на море красивейший вид потрясающий вид и самое время выпить кофе брожу с кофе здесь по тропинкам потом присела на ступеньки решила послушать пение птиц в итоге увидела что охранник наблюдает за мной мысли наверное у него были скажут господи да что же она тут лазит да что же они все здесь лазит ну посидела отдохнула и пошла дальше в сторону поселка пансионата весна это такая дорога не все они знают даже те кто много раз бывал в самом пансионате если сейчас вот на самом море ясно и тепло и жарко то идя по этой дороге замечаешь прям как будто вокруг тебя такая сырость сразу прохлада здесь много тропинок наверное и грибы есть ну я так немножечко походила по этим тропам на особо не наблюдала грибов и мне именно был интересен этот поход только вот с целью ходить ходить и смотреть по сторонам поэтому сильно на грибы я не отвлекалась прошла я жилое огороженное такое какое-то сооружение и иду дальше по этой тропе она плавно уходит вверх и тут еще несколько строений разной степени заброшенности дорога была скорее всего лет двадцать тридцать назад вообще отличная как это ровная даже вот прям просматривается такой добротный асфальт то есть представьте за ней вообще никто не следил даже не представляю сколько лет и вот она еще сохранилась также тут я вот увидела какой-то амфитеатр или не знаю что это такое может быть когда-то вот в пансионате проводили здесь какие-то мероприятия может быть это была какая-то сцена и люди здесь сидели или стояли смотрели какие-то представления если кто-то знает что это такое то обязательно напишите в комментариях это вот рядом с поселком пансионата весна дорога идет широченная дальше в сторону улицы лесной но я решила немножечко вправо уйти и посмотреть вот еще одна такая тропа она прекрасная тропа именно прогулочная мне кажется вот если кто-то раньше отдыхал в пансионате то это вот как такой мацион утренний либо вечерний он прекрасный слышно как шумит море можно подойти прям как к обрыву посмотреть на море с высоты птичьего полета скажем так и дальше я все-таки решила опять выворачивать в сторону улицы лесной туда же оказалась такая дорога которую машины про съездили скажем так и я не стала усложнять себе жизнь пошла вот по этой такой дороге в зелени конечно у нас много круглый год и сейчас вот уже декабрь месяц и все равно зеленая трава много сосен каких-то вечнозеленых у нас лиан растет в лесу поэтому нет такого что вот идешь по серому лесу просто вот вышла кстати клепу мне так понравилось безумно это место здесь прям очень много сосен их иголок много так идешь когда прям мягчайший такой как будто ковер из иголок я нашла здесь уже кто-то до меня сделал лавочку между двумя соснами я на ней опять попила кофе побродила здесь в окрестностях мне очень понравилось это место просто неимоверно красивая и я здесь вот не первый не последний раз буду устраивать привалы просто вот непередомая красота вроде бы и море не видно ну вот очень красивый лес с кучей каких-то разных ягодок опять же вот забегу вперед походила все равно здесь по тропинкам пыталась все таки найти грибы ничего не нашла а когда вышла вот на улицу лесная и там в домах были люди я разговаривала с мужчиной он тоже спросил нашла или грибы искала ли я сказал нет ничего не нашла и он говорит вот а я только сегодня вот вышел и значит себе на целую сковородку на жареху насобирал грибов ну в общем-то надо либо места знать то есть например если он знал пенек на котором испокон веков растут опята то вот в принципе может сходил проверил мнение один такой пенечек не попался хотя лес хороший вполне может быть что грибочки здесь конечно же есть ну вот мне ничего не попалось и я пошла не вот в толь лэпа немножечко так правее тут прекрасная тропа такая разъезженная расхоженная красивейший вид вот если наверх смотреть голубое сегодня небо все вот эти деревья прекрасные и вышла я скорее всего здесь приезжают машины может ремонтники которые смотрят вот за этой линии электропередач какой-то вот такой вагончик закрытый и если пройти дальше то уже я выхожу на улицу лесная как оказалось потом что я конечно шла видите откуда-то из леса спустившись вот по этой дороге оказалось что здесь оказывается проход воспрещен стоит там шлагбаум цепь натянута ну вот мы как говорится сами мы не местные шли мы вообще с другой стороны так что вот я прошла шлагбаум с обратной стороны то есть вышла уже там где изначально ходить нельзя вот и вот здесь я пообщалась с местными жителями улице лесной который оказывается вот вдоль ручья прошлись и грибов набрали а я вот гуляла по лесу и не набрала ну а в итоге вот это уже у нас вольное поселение и улица лесная каждый вот каждая большая улица вдоль нее течет какой-нибудь ручей который впадает в море улица лесная не исключение если по ней идти то вдоль конечно вот течет ручей которые тоже впадают море и какая достопримечательность вот кстати место откуда я пришла вот я так оттуда я представьте уже вот я вот здесь и мы уже недалеко от гизель дыре и здесь у нас достопримечательность которую я пока покажу это танкер руссильон это такое затонуло здесь вставшая на мель судна которая со временем никто не стал никак буксировать не вытаскивать его обратно в итоге его все распилили и распродали на металлолом то есть осталось уже то что ну совсем совсем никак не смогло никому пригодиться вот 60-е годы люди сюда приходили фотографировались на фоне еще целого большого корабля но сейчас только вот такие остатки но тоже на них интересно посмотреть и вот так далеко от туапсе я уже зашла полюбовалась лесом теперь вот опять сменила пейзаж и не теперь опять любуюсь чудесным голубым морем и здесь я наверное еще и пройдусь вдоль моря то есть лесом подышала птичек послушала теперь вот еще вдоль моря пройдусь подошел в морским воздухом вот так незаметно я дошла до гизель дыры раньше здесь была такая достопримечательность как статуя дельфина и русалки но к сожалению несколько лет назад она совсем разрушилась и осталась вот только какая-то вот подставочка на которой была эта красивая статуя и теперь уже особо на глаз и не радует только грусть при виде нее может как-то следующие свои прогулки я прогуляюсь по самому гизель дыры сейчас же я вот решила пройти его мимо и уже пошла пошла но увидела что вот здесь на горе находится что-то заброшенное и естественно я не смогла пройти мимо и свернула вот налево на этот пригорочек чтобы посмотреть что же такое тут вот было что это из себя представляет сооружением но это новострой конечно скорее всего какая-то бывшая гостиница просто вот обидно что она стоит на самой первой полосе к морю то есть вот буквально у нее такой прекрасный вид когда вот к ней идешь сразу на море на возвышении то есть это в общем-то удобно но вот почему-то она заброшена по современным к меркам конечно может быть здесь нет душа в каждой в каждом номере здесь вот я походила то есть первый второй этаж у нас комнаты обычные комнаты в каждой по окошку такой как терраса или балкон по всему периметру идет и сами вот как душевые санузлы находятся в цокольном этаже ну даже несмотря на это почему бы и нет вот почему-то бизнес не пошел с чем это связано не знаю но может быть кто-то знает что вот с такой гостиницей в гизельдере случилось если кто-то в комментариях напишет может кто-то здесь отдыхал когда он еще функционировал потому что вид и из окон потрясающе открывается но вот почему-то данная гостиница может быть чей-то дом но стоит заброшенный я походила здесь везде погрустила почему ж у нас вот так все то есть где-то не протолкнуться люди отдыхают номера снять не смогу не могут и все ну вот как я и говорила да цоколь это у нас душевые санузлы все было в плиточке вроде даже не сказать что прям совсем позорненько то есть если учесть что это было например лет десять назад то почему бы и нет такая вот гостиница на которую мы посмотрели для разнообразия вот море было у нас лес потом опять море потом вот такая заброшенка и теперь я иду вдоль железнодорожных путей здесь кстати так хорошо проложили плиточки что вот по ним удобно идти видимо это для работников железной дороги которые проверяют пути ну мне тоже пригодилась хотя какой-то непонятно откуда даже он еды от меня не принял испугался убежал я иду дальше и как-то вот ну вот прям быстро уже даже я устать не успела и уже и южный тут даже вот не могу описать насколько быстро вот эта прогулка прошла я планировала дойти до южного ну вот наверное уже раз уж я так запланировала и тем более электричка уже почти ну где-то через минут 50 то вот погуляю здесь на море море красивое здесь находится пансионат южный такое интересное место я вот спустилась называется аэрари то есть там люди принимают солнечные ванны и дышат воздухом красивый очень такой пирс который уходит в море по нему тоже здорово прогуляться ну и шум моря и такая вот красота голубой цвет моря и небо это что-то непередаваемое конечно если честно в эту прогулку я вот два раза пожалела что и не взяла с собой купальник конечно вода холодная но она настолько была манящая настолько чистая и вот что в пансионате весна что вот здесь пансионат южный я пришла просто она меня тянула и манила ну я вот конечно не искупалась без полотенца и купальника но очень мне хотелось и вот если я следующий раз пойду хоть уже вообще зимой я наверное все равно возьму купальник лучше не искупаться но с купальником чем хотите скупаться и не взять с собой купальник и вот пока я ждала электричку я не удержалась ходила здесь увидел какой-то зданица наподобие туалета и увидела тропу которая ведет куда-то вверх но я решила ну почему бы мне не сходить вот по тропе по карте я посмотрела что здесь находится банька на высоте ну наверное люди которые хотят в ней попариться они конечно не таким путем к ней продираются есть нормальная хорошая дорога объездная и вот вот эта труба наверное как раз какой-то может канализация от этой баньки вот и я вдоль нее пошла по тропинке там дальше потом конечно колючая проволока и частная территория я туда прям совсем не полезла подошла вот так просто к обрыву посмотреть на море и вообще на вид который открывается шикарный вот с горы в пансионате южном и вот буквально если чуть-чуть глянуть наверх там уже прям видно что это банька и находятся конечно моя мечта собрать подружек и с ними также вот пройтись пешочком и иначе в этой баньке бы побыть но не знаю когда это наверное будет когда мои дети будут уже самостоятельными я смогу действительно целые дни посвятить себе а не так что пробежаться с утреца а потом еще бежать домой какие-то дела делать вот такой вид я вам еще показала хотя в общем-то и не планировала и уже решила здесь на остановочку и ждать свою электричку всем спасибо за внимание хорошего настроения пока 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 пока